Алькутс, Великобритания. Почему итальянский телеканал решил не показывать интервью Башара Асада? Алькутс Аляраби, Великобритания. 10 декабря 2019 года. Рим, государственный итальянский телеканал Райнеус 24 оказался в центре скандала из-за отказа поставить в эфир эксклюзивное интервью с лидером сирийского режима Башаром Асадом. Телеведущая Моника Маджани, бывший специальный корреспондент на Ближнем Востоке и глава телекомпании побеседовала с Башаром Асадом. Однако ни одна новостная программа и телевизионная сеть Италии не дали это интервью в эфир. Согласно заявлениям руководства канала, беседа с президентом Сирии проводилась без предварительного согласования. В эфире какой телевизионной передачи оно в последующем будет представлено. Время трансляции интервью также не было согласовано. На официальной странице администрации Башара Асада Facebook было заявлено, что сирийский лидер побеседовал о ситуации в регионе с журналистом итальянского телеканала 26 ноября. Согласно первоначальной информации, интервью должно было появиться в эфире 2 декабря одновременно на итальянском телеканале Rayneus24 и в эфире государственных СМИ Сирии. Рано утром, 2 декабря, от имени Rayneus24 мы получили запрос отложить трансляцию без четких объяснений. Позднее за этим последовали еще два запроса об отсрочке без указания даты, когда будет транслироваться интервью, и без объяснения причин отсрочки. Это еще один пример попытки Запада скрыть правду о ситуации в Сирии и ее последствиях для Европы и для мира в целом. Если Rayneus24 продолжит отказываться транслировать интервью, Бюро по политическим вопросам и СМИ администрации президента Сирии будет транслировать интервью полностью в понедельник, 9 декабря 2019 года, в 21 час по времени Дамаска. Ampersandamp.s, 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 Ampersandamp обсуждают вопрос, касающийся скандального интервью. Журналистское сообщество выступило с призывом к руководству канала в ближайшее время прояснить этот неловкий вопрос. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.